Как себя вести в интернете не только школьникам, не только вам, тем, кто приходит нам на смену, а вообще людям, которые считают себя людьми адекватными, здравыми и взрослыми. То есть нам с вами. Информация, которая подпадает под действие Уголовного кодекса, имеет всегда несколько признаков. И вы эти признаки можете в какой-то момент начать уже выявлять сами. Вы прочитали некий текст, вы увидели некое сообщение, вы посмотрели некое кино. Если в этом тексте есть призывы к изменению существующего государственного и политического строя, призывы к революции, к восстаниям, к неповиновению законной власти, это и есть признак терроризма, это и есть признак экстремизма. Если вам рассказывают о том, что одна нация лучше, чем другая, что одна религия правильнее, чем другая, что один язык лучше, чем другой язык, это признак экстремизма. Если вам говорят о том, что для того, чтобы мир стал лучше и чище, вы должны убить, изгнать, убрать всех тех, кто не соответствует вам, тем, кто не соответствует списку признаков, это тоже экстремизм. И репост, лайк, шер и прочие действия с подобной информацией, вы тем самым становитесь невольным участником распространения идей, которые в конце концов повернутся против вас, а вы себе сами не враги. Еще раз, одна нация лучше, чем другая, одна религия лучше, чем другая, один язык лучше, чем другой, одни люди равны, а другие равнее остальных, оно вам надо? Человечество это все уже проходило, и вы это все уже проходили. Я напомню то, с чего мы начинали. Норд-Ост, Беслан, подрывы в московском метро, подрывы в московских троллейбусах. Вспомните про все это. Вы же не хотите оказаться участниками подобных действий? А если нет, то не надо нажимать на кнопку репост, лайк или шер, увидев призывы к тому, что кого-то надо убивать только потому, что он не похож чем-то на вас. Это как минимум неправильно, а как максимум это уголовная ответственность. А иметь в биографии уголовную статью за подобные тяжкие преступления, это не то, к чему вы стремитесь в собственной жизни. Если вот хоть что-то из того, о чем мы сейчас с вами говорили, вы в тексте нашли, не надо это дальше распространять. Самое простое, что вы можете сделать, просто не читать или закрыть страницу. Но вы можете помочь сделать так, чтобы информация дальше никуда не распространялась. Вы все хотите жить в нормальном, современном, чистом, спокойном и безопасном мире. Для этого существуют органы власти, в том числе федеральные органы, местные органы, правоохранительные органы, те структуры государственного управления, которые призваны обеспечивать нашу с вами безопасность. В том числе есть и те структуры, которые направлены на то, чтобы пресекать распространение экстремистской террористической информации в интернете. Как их найти? Давайте мы с вами подумаем о том, что такое информация в интернете. Это, с одной стороны, средства массовой информации, с другой стороны, это все, что касается связи. За связь в нашей стране отвечает Министерство связи и Роскомнадзор. Структура Роскомнадзор. В интернете вы ее найдете. На Роскомнадзор возложена функция, государственная функция, по предотвращению распространению экстремистской и иной противоправной информации в интернете. На их сайте есть форма обратной связи, которая подразумевает возможность направить им, вам, как любому адекватному взрослому гражданину России, направить им, обратить их внимание на выявленный вами факт распространения информации, имеющей противоправный характер. Той самой информации, в которой одни люди ровнее других, один язык ровнее других и одна религия лучше, чем другие. Не пожалейте трех минут вашего времени. Может быть, ваши действия спасут кому-то жизнь. Вы об этом, может быть, никогда не узнаете. Вполне возможно. Но если вы три минуты потратите на то, чтобы заполнить очень нехитрую анкету, в конце концов, всякие тесты вы проходите в социальных сетях с регулярной периодичностью, на это у вас время и желание есть. Потратьте три минуты, заполните анкету на сайте Роскомнадзора и отправьте им ссылку на информацию, которая, как вам показалось, является информацией противоправного характера. Даже если вы ошибетесь, в этом нет ничего плохого. В любом случае, специально обученные, грамотные люди ее проверят. И если вы оказались правы, вам скажут спасибо. Потому что на один клик, на одну страничку в многомиллиардном засиле страниц интернета станет меньше. Мир будет чуть-чуть чище, а вы к этому будете напрямую причастны. Не всегда информация выглядит так, что ее можно отправлять в тот же самый Роскомнадзор. Вам попалась на глаза информация о том, что будет или существует угроза подрыва, угроза теракта. Не поленитесь. Существуют телефоны полиции, Федеральной службы безопасности, всех тех государственных структур, которые отвечают за обеспечение безопасности. Телефон вы их знаете. 112 с любого мобильного. Телефон приемной Федеральной службы безопасности есть на их сайте. Зайдите и посмотрите. У вас в школе на входе есть табличка с контактными телефонами, куда звонить. Не постесняйтесь. В этом нет ничего плохого. От того, что вы среагируете на информацию и от того, что ее проверят, может быть, будет спасена чья-то жизнь. А это ли не самая хорошая награда? С другой стороны. С другой стороны, существуют слухи. И об этом мы с вами говорили на нашей предыдущей встрече, когда говорили о том, что информацию надо перепроверять. Совсем недавно, вы это должны хорошо помнить, Москву захлестнули слухи о том, что якобы в наш город, откуда-то из-за границы, направлено непонятное количество неких, ну давайте называть их человеческих существ, давайте использовать такую формулировку, которая заброшена сюда с целью теракта и самоубийства. Понимаете, подобная информация, попавшая в интернет в таком количестве, должна прежде всего наводить на вопрос, а зачем это сделано? Не для того ли, чтобы породить просто панику? Не для того ли, чтобы вы и ваши родители вас не отпустили в школу, родители не пошли на работу или поехали туда не на городском транспорте, а на личной машине? И так далее, и так далее, и так далее. Дальше вы можете сами для себя все санализировать. Вы люди взрослые и грамотные. Паника – это то, чего добиваются те, кто хотят силовым методом изменить существующую систему, изменить существующий образ жизни. Не поддавайтесь панике, начните думать головой. Это самое простое, что вы можете сделать. Но не забывайте, всегда есть телефон полиции, где вас выслушают и вам помогут. Эти люди служат для того, чтобы вам помогать. Всегда есть органы прокуратуры, Следственного комитета, в конце концов, органы безопасности, чья основная задача – это обеспечивать нашу с вами безопасность. К ним можно обращаться не только в случае, когда вы нашли какую-то информацию. Я вам расскажу историю из реальной жизни, а вы попробуете ее примерить сами на себя. Молодая девушка, ваша ровесница, Урал, 9, 10, 11 класс школы, какой из них уже честно не помню. Девушка познакомилась через интернет с молодым человеком. Они друг другу понравились, они долго переписывались. Ну что, у вас в классе такого нет? Ну есть, конечно. Они переписывались, в них завязались какие-то отношения. Молодой человек ее уговаривал начать встречаться. Они начали встречаться. А через какой-то момент времени молодой человек начал разговаривать с девушкой о том, что те условия, в которых она живет, они не совсем правильные. Они не совсем соответствуют ее статусу. Она должна жить в лучшей ситуации. Она должна жить в лучшем мире. И она должна, именно должна, помочь ему обеспечить этот самый лучший мир и лучшие условия, в которых ей нужно жить. В итоге, спустя какой-то период времени, он договорился с ней до того, чтобы она становилась его женой. Я напомню, это старшая школа, это ваша ровесница. И вместе с ним уезжала из ее родного города туда, на юг. На территорию, подконтрольную одному из квази государства. С тем, чтобы там вести праведную борьбу. Девушка долго отнекивалась. Девушка интересовалась, что же по этому боялась, что же по этому поводу скажут родители. И как же она будет дальше жить? Ведь нужно закончить школу. У нее столько планов. Это все говорилось. В конце концов, он ее уговорил на то, чтобы она повстречалась с ним, собрала вещи и вместе с ним уехала. Девушка договорилась только при условии, что молодой человек на встречу приедет со своими друзьями, а она приведет с собой подруг. Встреча состоялась. Подругами девушки, которые пришли на эту встречу, были оперативные сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по субъекту Федерации. А молодой человек и его друзья были членами запрещенной на территории страны одной из экстремистских группировок. В итоге девушка спокойно поступила в высшее учебное заведение, и ее жизнь продолжается, как ни в чем не бывало. А молодой человек с отоварищей отправился под суд, который вынес обвинительный приговор, и люди получили срока заключения. Мораль этой истории очень проста. Оказаться на месте подобной девушки или оказаться на месте молодого человека, которого будет молодая красивая барышня уговаривать вместе с ней отправиться на приключения, может любой из вас. И ваша задача в тот момент, когда вы даже почувствуете, не обязательно поймете, почувствуете, что происходит что-то не то, обратиться за помощью. Просить помощи не стыдно. А в данной ситуации это единственное возможное и единственно разумное действие. Вам не хочется показаться перед родителями в неприглядном виде? Сотрудники полиции или сотрудники органов ФСБ обязаны принять информацию даже у вас, несмотря на то, что вам еще не исполнилось 18 лет. В конкретно этой истории, о которой я вам только что рассказал, девушка звонила напрямую в управление ФСБ и с ней разговаривали, как с любым другим нормальным, адекватным взрослым человеком. И ей помогли. Вам неудобно, стыдно, вы стесняетесь обращаться за помощью в органы власти? Ну, поговорите с родителями. Вы не хотите разговаривать с родителями? В конце концов, есть институт, негосударственный институт, к которому прибегают все, кто оказался в сложной ситуации. Вы исповедуете христианство? Сходите в церковь. Вы придерживаетесь ислама? Обратитесь к маме, к муле, зайдите в мечеть, поговорите. Представители церкви вам помогут, если вы стесняетесь обращаться к родителям, к учителям или к представителям органов властей. Но не доводите ситуацию до того, чтобы вы, оказавшись уже по ту сторону закона и по ту сторону государственной границы, становились объектом оперативного розыска как для органов безопасности и охраны порядка, так и для собственных родителей. Подобных историй вы через средства массовой информации в недавнем прошлом, но смотрелись в большом количестве. Вы хотите стать героями подобных ситуаций, подобных репортажей, которые будут смаковать все подробности вашей личной частной жизни и то, как вы докатились до жизни такой. Я сомневаюсь. Задумайтесь над тем, какие последствия. Вы, люди взрослые, вы за свои поступки должны отвечать прежде всего перед собой. Вы познакомились с кем-то в том же самом интернете и вам предлагают приключения, вам предлагают много денег, вам предлагают азарт. Это замечательно. Но только если этот азарт связан с действиями, лежащими вне правового поля, наберите известный вам телефон 112 или позвоните в органы безопасности. Стыдно? Не будет. А вам помогут. Продолжение следует...